МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. На Нижегородской ярмарке прошел саммит глав МИД стран БРИКС. Боец из Нижнего Новгорода рассказал, почему решил отправиться на СВО. Сохранить деньги и обеспечить достаток поможет государственная программа долгосрочных сбережений. Министры иностранных дел БРИКС впервые работают в таком составе после расширения объединения в 2023 году. У этого саммита в Нижнем Новгороде даже название особое. СМИД БРИКС. Переговоры рассчитаны на два дня. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в Авиакатастрофе в президенте и главе МИД Ирана. Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших в президенте Ирана России и нашим коллеге Амирам Далахияне. И принести тем самым глубочайшие соболезнования народа Ирана еще раз. И, конечно, соболезнования семьям погибших. Прошу всех встать. С приветственным словом коллегам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в одном из старейших городов России, Нижнем Новгороде, истории которого насчитывает более 800 лет. Сегодняшние встречи, безусловно, оставят особый след не только в летописи ведущих международных событий города, но и в летописи самого БРИКС. Межгосударственное объединение БРИКС сегодня – это 10 стран, но желающих присоединиться к объединению в три раза больше. Поэтому и совещание в расширенном составе. Повестка встречи обширная. Это и транспортная сфера, ядерная медицина, и международная валютно-финансовая система, и глобальные вызовы. По словам Сергея Лаврова, расширение БРИКС является наглядным подтверждением процесса формирования многополярного миропорядка, переходу к которому активно пытаются помешать так называемые страны коллективного Запада. Запад не гнушается и силовыми методами. Примеры всем известны. Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия, Украина и ряд других стран. И это лишь верхушка айсберга. На полях Смит БРИКС Сергей Лавров и его коллега, министр иностранных дел Китая Ван И, как раз и обсудили вопросы безопасности на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также аспекты новой структуры безопасности в Евразии. На нас лежит особая ответственность уделить внимание внешнеполитической координации, прежде всего в ООН и ее совете безопасности, в БРИКС, ШОС, группе 20, АТЭС и других многосторонних форматах. Наша линия с китайскими друзьями все более позитивно воспринимается странами мирового большинства. В этом году в организации БРИКС председательствует Россия. Проведено уже больше 70 мероприятий и запланировано еще 140 до конца года. Стоит сказать, что завтра будет еще один день работы глав МИДа у нас в городе. Ну а кроме деловой программы в эти дни в городе запланированы и культурные события. Служба информации Кирилл Янковский и Михаил Городников. Родные и близкие, дом, родина, будущее. Нижегородский боец с позывным «Зеленый» рассказал, почему решил отправиться на СВО. Если не мы, то кто, говорит военнослужащий, победа будет за нами. В этом он абсолютно уверен. На передовую отправился добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны. При заключении контракта о военкоматах Нижнего Новгорода добровольцы сейчас получают гарантированную единовременную выплату в миллион рублей. Также в регионе работает механизм заключения военно-социального контракта по поддержке семей военнослужащих. Мы с парнями люди идейные. Нам нужна победа, поэтому мы пришли за победой. Будем ее двигать. Я стал более уверенный за судьбу своей страны, за свою родину, потому что сам прикладываю к этому руку. Я убежден, что у нас будет великое будущее. Накопление на случай непредвиденных ситуаций и регулярный доход в будущем. С этим поможет программа долгосрочных сбережений, которая действует с 1 января. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Участник делает добровольные взносы, а оператор программы инвестирует их, обеспечивая доходность вложений. Вклад может быть разный, любая сумма с любой периодичностью. Выплаты в полном размере можно получить по истечении 15 лет с момента подписания договора или при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Впрочем, выплаты можно получить досрочно, но с потерей инвестиционного дохода. В случае смерти участника программы денежные средства наследуются, за исключением пожизненной выплаты. Программы могут воспользоваться различные категории граждан, начиная от молодого возраста на свое, на обучение своих детей. Также могут воспользоваться граждане среднего и старшего возраста. И, соответственно, здесь вопрос в целях, которые преследует человек и тех возможностей, которые могут быть направлены в программу долгосрочного споряжения. Даже студенты заинтересовались данной программой. В целом, граждане либо на себя могут открывать, либо на детей. Я, например, в своем случае предполагаю открывать это на детей своих, чтобы через 15 лет можно было оплатить либо обучение, либо какую-то сделать крупную покупку в целях жизнеобеспечения детей. Первый уровень защиты – это государственная гарантия. Если пенсионный фонд обанкротится, неважно по какой причине, если что-то с пенсионным фондом произойдет, государство покроет накопление гражданина в размере 2,8 миллиона рублей, включая инвестиционный доход. Это вдвое больше, чем в банках. После реставрации усадьба вновь открывает двери для своих посетителей. В общей сложности Пушкин пробыл в Болдино около пяти месяцев. Именно этот период является одним из самых плодотворных в творчестве писателя. Здесь было написано около 60 произведений. И здесь же была закончена работа над одним из самых известных произведений – романе в стихах Евгений Онегин. По дороге в Болдино Пушкин останавливался в разных местах. Например, в Лукоянове. Этот уездный городок стал последним на пути в родовое имение. Здесь он менял лошадей и обедал в трактире у Ивана Агеева. Трактирщик был славен вкусными калачами и удивительно сытной подмопрякой. Как рассказывают, этот мордовский специалитет очень нравился поэту. Рецепт подмопряки по-агеевски до сих пор здесь бережно хранят. Говорят, очень понравилась она Александру Сергеевичу. Мы его долго искали, этот рецепт. Мы его воспроизводили, мы разговаривали со старожилами, искали в книгах. И мы так и нашли этот фирменный рецепт нашей подмопряки. Нужны совсем простые продукты. Вода, мука, яйцо, картошка. Но на выходе получаются прекрасные блюда, очень сытные, очень нажористые и очень красивые, похожие на солнышко. Гости со всей страны. На фестиваль «Пушкин без границ» Дина специально приехала из северной столицы. Я сама художник-график, поэтому для меня вообще Болдина – это что-то такое с книг, место силы. Пока ехала сюда, экскурсовод рассказал, что Пушкин в Нижнем Новгороде, например, работал в башне Кремля. Я никогда не видела Пушкина, нарисованного на фоне башни Кремля. Подумала, что, наверное, будет это мой сюжет. Все здесь отмечают особую атмосферу. Кажется, что вот-вот сам Пушкин выйдет на мостик с охапкой листьев в руках или пронесется на лошади на охоту. Эти необыкновенные просторы, болдинские дали, тишина, уединение и потом его любимое время года – осень. Поскольку это было его время литературных трудов, как он говорит, силы мои крепны. То есть все это слагалось в такую совершенно великолепную ауру, которая позволяла ему здесь творить. Но здесь какая-то особая атмосфера, она пропитана вот этой поэзией пушкинской. Спокойно, радостно, воодушевленно. И поэзия здесь, она как-то особенно оживает. А для юных поклонников поэта даже приготовили специальный мастер-класс. Все сюжеты здесь связаны с тематикой либо произведения Александра Сергеевича Пушкина, либо с его предпочтениями, например, «Болдинская осень», тоже будет такой сюжет. Либо с местом, где мы находимся, пейзаж Болдина. Пушкинские строки звучат всюду. В соседней Львовке с 17 века оно входило. В состав Болдинской вотчины Пушкиных на балконе барской усадьбы концерт. «Я помню чудное мгновение» выступали солисты Нижегородской филармонии и театру оперы и балетов имени Пушкина. «Отдайте мне покой» И только Наталья Николаевна Гончарова казалась несколько опечальной. Своего Пушкина в этот день она так и не встретила. Этот образ ассоциируется у меня с музой Александра Сергеевича, с красотой, поэтому выбрала этот образ. Александр Сергеевич меня на какое-то время покинул, поэтому я пока что нахожусь одна. Служба информации Нина Сума, Илья Денисов. Служба информации Нина Сума, Илья Денисов.